Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать рабочую тетрадь за 6 класс по учебнику Спортлайт 3 модуль. Итак, и начнем с 3 модуля под буковкой A – Road Safety – Безопасность на дорогах. Итак, ребята, переходим к первому упражнению – Vocabulary – Словарный запас. Итак, draw a line to match the words. Нарисуйте линии, чтобы соединить слова, например, traffic warden – инспектор дорожного движения. Ребята, давайте посмотрим, как нужно было сделать. Я вам линии не стала рисовать, вот посмотрите на упражнение первого. Первое – просто выписала слова. Traffic lights, светофоры, bicycle lane, велосипедная дорога, yellow lines, желтые линии, seat belts, ремни безопасности, speed limit, ограничения по скорости, zebra crossing, переход с зеброй, parking zone, парковка и crash helmet. Ну, в общем-то, просто шлем. Далее, ребята, перейдем ко второму упражнению. Fill in the sentences with the words below. Дополните предложение словами ниже. Road safety instructions. Инструкции по безопасности на дорогах. Итак, ребята, посмотрите, как я вам сделала, да, какие слова нужно было вставить, и сейчас переведет. Переведем. Первое – careful. Be careful when you cross the street. Будь аккуратен, когда ты переходишь улицу. Второе – смотрим – ways. Look both ways before crossing the street. Смотри в обе стороны перед тем, как переходить улицу. Далее, третье – walk on the pavement. Пейвмент – тротуар. Да? Далее, четвертое – follow the traffic. Что? Смотрим. Сайнс. Следуй дорожным знаком. Пятое – don't talk to the bus. Как вы думаете, кто? Драйвер. Драйвер, да? Смотрим. Сайнс – драйвер. Далее, шестое – don't run into the road. Не выбегай на дорогу. Да? Вот, ребята, road. Сейчас еще раз вам покажу. Road. Далее, седьмое – don't cross. Don't cross between parked cars. Не переходите между припаркованными машинами. Далее. Ride your bike with the flow of traffic. Flow – поток. Да? Едьте на велосипеде в потоке машин. Как бы с потоком. В одну сторону с потоком. Да? Cross – седьмое – flow. Поток. Далее, девятый – ребята – helmet. И десятое – side. Always wear a bicycle helmet. Всегда носите велосипедный шлем. Далее. Use the door on the pavement. Side – to get out of the car. Используйте дверь, которая выходит на тротуар, чтобы выйти из машины. Итак, ребята, второе мы сделали и перейдем к третьему упражнению. Повелительное наклонение мы даем инструкции. Ну, то есть, вставьте правильное слово-выражение. Первое. Where – вставляем. Where. О, извините, пожалуйста. Так. Where your seatbelt. Одень свой ремень. Далее. Найди. Look for the zebra crossing. Найди переход. Далее. Не вываливайся из окна, да? Не прислоняйся. Не свисай с окна, да? Don't lean out of the window. Шестое. Не говори по телефону, да? Don't talk on the phone while driving. Не говори по телефону, пока ты едешь. Итак, и соедините инструкции с картинками. Смотрим. Первое. Так, ну, не говори по телефону, явно четвертое, да? Или... Нет, ребята, не говори по телефону, это C. Четвертое – это C. Далее. Пристегните ремень. Where your seatbelt. Ди – это первое. Далее. Ищи переход – это второе. И не как бы выглядывая из окна. Это третье. Тут все легко. Далее, ребята, переходим к последнему, четвертому упражнению. Fill in the correct preposition. By or on. Заполните правильным предлогом. By или on. Ребята, в данном случае – by. By boat, by train, by plane, by bus, by car, by train. На чем? By. И исключением у нас является on foot – пешком. Ребята, это все, что касалось модуля третьего под буковкой A. И переходим к модулю третьему под буковкой B. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не потеряться. И пишите свои комментарии. Мне будет очень интересно. И видео, которые вы хотели бы, чтобы я выложила. Итак, on the move – в движении. Underline the correct item. Подчеркните правильный вариант. Итак, первое. В данном упражнении у нас тоже сколько? Четыре. Да, четыре задания. Итак, Michael can ride a bike. Michael может ездить на велосипеде. Brian is a pilot. He can fly a plane. Brian – пилот. Он может летать на самолете. Третье. My brother can ride a motorcycle. Мой брат может ехать на мотоцикле. Четвертое. Harry can drive a lorry. Harry может водить грузовик. Пятое. Лора can – вот так. Итак, ребята, в данном случае ride a jet ski. Jet ski – это водные мотоциклы. Лора может кататься на водных мотоциклах. Далее. Bob can sail a boat. Ну, Боб может плыть на лодке. Далее. Седьмое. John can fly a helicopter. Джон может лететь на самолете водить. Ой, извините, вертолете. Вертолет водить. И восьмое. Mary can ride a horse. Mary может кататься на лошади. Итак, ребята, задание второе. Write what the people can, can't do, as in the example. Напишите, что люди могут и не могут делать, как в примере. То есть крестиками тут показано, что они не могут делать. Например. Mark can play the piano, climb a tree and use a computer. He can't ride a horse. Марк может играть на пианино, взбираться на дерево, пользоваться компьютером. Но он не может кататься на лошади. Далее, ребята, смотрим. Sally can climb a tree and ride a horse. She can't use a computer or play the piano. Значит, Sally может взбираться на дереве или кататься на лошади. Она не может пользоваться компьютером или играть на пианино. Далее. Это первое. Второе. Питер. Peter can ride a horse and use a computer. He can't play the piano or climb a tree. Итак, Питер может кататься на лошади и использовать компьютер. Он не может играть на пианино или взбираться на дерево. Далее. Итак, третье. Ребята. Брайан. Брайан может играть на пианино, взбираться на дерево или кататься на лошади. И последнее. Мэг может пользоваться компьютером, но она не может играть на пианино, взбираться на дерево или кататься на лошади. Ребята, ну, здесь все очевидно. И перейдем далее к буковке B. Напишите три предложения о вещах, которые вы можете сделать, и три предложения о вещах, которые вы не можете сделать. Ну, ребята, это очень легко. Вы, например, пишите I can play chess. Я могу играть в шахматы. И, например, вы пишите I can't. Например, play the guitar. Но я не могу играть на гитаре. Play the guitar. Окей. А теперь, ребята, перейдем к следующему упражнению, третьему. Итак, ребята, соедините знаки с правильной инструкцией. Затем напишите per для запрета. Provision and per for permission. Per для разрешения. Например, parking. Это ответ C. You can park here. Ты можешь здесь парковаться. Это per permission. Разрешение. Далее. You can't turn run. Right. Ты не можешь повернуть направо. Это как раз-таки второе под буковкой A. И мы пишем, что это запрет. Pro. Далее. Speed limit 50. Лимит скорости 50. И это I. You can't drive over 50. Ты не можешь ехать больше, чем 50. Это, конечно же, запрет. You can't. Ты не можешь. Do not enter. Четвертое. Так. You can't go here. Ты не можешь сюда ехать. Да. Поэтому это D. Это также запрет. Pro. Далее. Пятое. You can't park here. О, извините. You. H. You can't park here. Ты не можешь здесь парковаться. И это же, конечно же, запрет. Далее, ребята. You can't turn left. Ты не можешь повернуть налево. Так, извините. Это у нас было под буковкой B. И это у нас запрет. Далее. Only left. You can turn only left. You can turn. You can only turn left. Это G. Ну, ты можешь поворачивать. Это разрешение. Permission. Ты можешь уехать только прямо. Восьмое. You can only go straight. Да. Это также у нас будет разрешение. Permission. И девятое. У нас. You can only turn right. Ты можешь повернуть только направо. Это F. Ну, это, я так понимаю, тоже разрешение. Permission. Итак, давайте проверим все ли буквы, какие у нас есть. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Окей. Very good. Итак, ребята. А теперь перейдем к четвертому упражнению. Everyday English. Повседневный английский. Итак. Complete the exchanges. Заполните фразы. Реплики. Excuse me. Where is the post office? Извините. А где почта? Ну, вы можете сказать go down. Легко, да? Go down the street as far as a bank. Идите вниз по этой улице до банка. Второе. How do I get to? Как мне добраться? How do I get to? Как мне добраться? Ой, извините, ребята. Нет, ребята, тут уже есть get, поэтому, извините, чуть-чуть по-другому. Вот. Could you tell me how to? Could you tell me how to? Вы можете мне сказать, как добраться до отеля Royal, please? Take the first turning on the right. Поверните направо. На первом повороте направо. Далее. Excuse me. А вот тут уже how do I get to? How do I get to the railway station? Извините. Как мне добраться до вокзала? Turn left into Milton Street. Поверните налево на Milton Street. Четвертое, ребята. Excuse me. Could you tell me the way to the library? Извините. Вы не могли бы мне подсказать путь в библиотеку? Go straight on. Продолжайте идти прямо. Go straight on. It's on the left on the corner of Thames and Camp Street. Это слева на углу Thames и Camp Street. Или улица, так называется, ребята, Thames. Наверное, все-таки река. Пятым. Is this the way? Это путь. Да? Is this the way to the bank? Это путь в банк? Yes. Keep going. It's next to the town hall. Да, он рядом с городским, с таун-холлом. Продолжайте идти. Итак, ребята, а мы с вами тем временем переходим к третьему модулю под буковкой C, который называется Hot Wheels. И продолжаем. А вы, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не потеряться. И обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Они могут быть старше, младше. На сайте есть для всех. Найдется видео. Итак, ребята, переходим к упражнению первому. Which text is about? Какой? Текст о? A train – поезде. An animal – животным. A boat – лодки. A vehicle – какой-то машине. Итак, read the text and mark the sentences true or false. Прочитайте тексты и отметьте предложение true, правда или false, неправда. Давайте попробуем. Первый. Great Britain – Eurostar train. Eurostar is a high-speed train. It is the first international British train. It is 400 meters long and can carry about 770 passengers. Итак, ребята, ну мы уже поняли, что это первое о поезде, о трейн. Eurostar – это высокоскоростной поезд. Это первый международный британский поезд. Он 400 метров в длину и может перевозить около 770 пассажиров. It is the first way to travel from London to Paris or Brussels. Так, it is the first way to travel from London to Paris. Это быстрый способ путешествовать из Лондона в Париж или Брюссель. Туннель проходит через море, через туннель, через канал. То есть между Англией и Францией есть канал и там есть подводный туннель. Итак, the travel time under the channel is 20 minutes with the rest of the journey on the surface. Время путешествий через канал – 20 минут с оставшимся путешествием по поверхности. It offers comfort. Just sit back and enjoy. Он предлагает комфорт. Просто садитесь и наслаждайтесь. Далее, ребята, italy-gondola. Точнее, gondola. Italy-gondola. A gondola is a long black narrow boat. It is best known for its use on the canals of Venice, the waterways for boats. It can carry six passengers. When you visit Venice, don't miss a romantic trip on a gondola. Gondola – это длинная черная узкая лодка. Она лучше всего известна для использования на каналах Венеции, водных путях для лодок. Она может переносить шесть пассажиров, перевозить. Когда вы посетите Венецию, не упустите романтическую поездку на гондоле. Далее. Итак, ребята, и это понятно, что второе – a boat – лодка. Далее. В Тунисе люди используют верблюдов, как средство передвижения транспорта. Ну, то есть, как средство передвижения. Они говорят, что люди, у которых есть верблюд, всегда в движении. Поездка на верблюде популярна среди туристов. Катание на верблюде в пустыне Сахара. Покатай, естественно, на верблюде в пустыне Сахара. Это может быть незабываемым впечатлением. И, ребята, это be, да, у нас an animal, и осталось a vehicle. Vehicle, какая-то машина. Итак, silent tuk-tuk. Хотя они, наверное, его называют, ребята, тук-тук. По правилам чтения. Я привыкла, что у нас все говорят тук-тук. Окей. Silent tuk-tuk. Итак, a tuk-tuk is the best way to get around Bangkok. It is a three-wheel open-air means of transport. It is a colorful and noisy taxi, but it offers passengers an interesting ride. It can carry two or three people. You can use it for short trips. It can be a lot of fun. Итак, тук-тук – это самый лучший способ передвигаться в Бангкоке. Это трехколесный, открытый, открытый вид транспорта. Это цветное и шумное такси, но оно предлагает пассажирам интересную поездку. Оно может перевозить от двух до трех людей. Вы можете его использовать для коротких передвижений, поездок. Это может быть очень весело. Ребята, а теперь ответим на вопрос. Итак, Eurostar is a very fast train. Это high-speed train, да? Yes, это true. Правда. Далее. Eurostar can't take 770 people. Eurostar не может перевозить 770 человек. Это false. Он, конечно, как раз-таки может около этого перевозить, около 770 человек. A gondola can travel under the sea. Гондола может путешествовать под морем. Нет, это неправда. People use gondolas in Tunisia. В Тунисии люди используют гондолы? Это неправда. Нет. Мы такого не знаем. Tourists can ride camels in Tunisia. 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 Да. Туристы могут покататься на верблюде в Тунисе. Это true. Это правда. A tuk-tuk is a taxi. Тук-tuk – это такси. Да, это правда. A tuk-tuk has a cabin and five wheels. В тук-туке есть кабина и пять колес. Это false. Неправда. В тук-туке три колеса. Далее. All the texts are about means of transport. Все тексты о средствах передвижения. И это true. Итак, ребята, давайте посмотрим. У нас раз true, два, три, четыре. True. И раз, два, три, четыре. Так. Раз, два, три, четыре. Да, должно быть правильно, четыре false. Далее, ребята. Задание на аудирование. Listen and complete missing information. Послушайте и запомните пропущенную информацию. Окей. Итак, ребята, departure, отправление, время, time, 10.15. Из, откуда? London, Paddington. London, вокзал, Paddington. Куда? To Bristol. В Bristol. Bristol Parkway. Платформа, платформа four, четыре. Arrival. Во сколько пребываем? Half past twelve. 12.30. Откуда? Из Ливерпуля. И куда? В Лидс. В город Лидс. Платформа третья. Так. Секундочку, ребята. Итак, ребята, а теперь перейдем к следующему, к буковке D, writing, письмо. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, если мои видео вам помогают. И тоже в свою очередь возьмите и подпишитесь. Итак. Look at the letter. То есть, третий модуль, буковка D. Письмо, дающее направление. Look at the letter and the map and fill in the missing words. Посмотрите на карту и на письмо и заполните пропущенные слова. Итак. Dear Anne. Hi. How are you? I'm writing to invite you to my birthday party on Saturday. Ребята, вот эти слова нужно вставить, да? Дорогая Анна, привет, как дела? Я пишу, чтобы пригласить тебя на моё день рождения в субботу. My new address is 23 King Street. Мой новый адрес 23 King Street. Here are the directions to my house. Вот как бы направление к моему дому. Drive up Queen Street as far as the post office. Есть по Queen Street до почты. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас тут почта есть. Queen Street не вижу. Ага, ну ладно. Ты не можешь ехать прямо, поэтому поверни направо на Prince Street. Итак, straight. Далее. Then turn left into Duke Road. Потом поверни налево на дорогу Duke. А, ребята, это не относится к карте, это просто, да? There is a school on the... Там будет школа. Ребята, on the left. Слева. С левой стороны. You can't turn left into King Street. So go. Ты не можешь повернуть налево на King Street, поэтому едь. Наверное, мимо банка, поэтому паузь. Past the bank. And turn left into Palace Road. Мимо банка и поверни налево на дорогу Palace. Add the traffic lights. Turn left again and take the first turning on the right. Ребята. Итак, на светофоре поверните налево снова. И возьмите первый поворот направо. This is King Street. Это улица King. My house is open to the library. Мой дом напротив библиотеки. There is a car park next to the library where you can leave your car. Рядом с библиотекой есть парковка, где ты можешь оставить свою машину. See you at the party, Дженни. Увидимся на вечеринке, Дженни. Итак. А, ребята, это первый рисунок, это я описывал. Ну, хорошо. Перейдем ко второму заданию. You are having a party. У тебя вечеринка. Write a letter to a friend using a map below. Напишите письмо другу. Используй карту ниже. Напиши when the party is, где вечеринка, where the party is, а когда, во-первых, второе, где и directions, направление. Давайте попробуем с вами вместе, ребята, сделаем. Ребята, ну вот примерное письмо, которое могло бы у вас быть. Итак, например, Rosie или любое другое имя. I am having a birthday party on the 6th of December. 6 декабря у меня вечеринка на день рождения. My address is 77 Green Street. Мой адрес 77 Green Street. Here are directions from the library. Вот направление от библиотеки. You can't go straight down Palm Road, so turn left into Pine Street until you get to the hotel. Итак, ты не можешь ехать прямо на Palm Road, и поэтому поверни налево на Pine Street до тех пор, пока ты не доедешь до отеля. At the hotel you can't turn into the Elm Street. Около отеля ты не можешь повернуть на Elm Street. Turn right into Oak Street and left at the park into Park Avenue. Поверни направо на Oak Street и затем налево на Около парка на Park Avenue. At the traffic lights, turn left into Willow Street. На светофоре поверни налево на Willow Street. When you see the hotel again on your left, turn right into Cedar Street. Когда ты увидишь отель по левую сторону от себя, снова поверни право на Cedar Street. My house is opposite the bank. See you then, Kate. Мой дом напротив банка. Увидимся, Kate. Ребята, это все, что касается модуля третьего под буковкой D. И переходим к грамматической практике. Итак, задание первое. Fill in the speech bubbles. Заполните вот эти вот реплики. Итак, первое подходит, что? Look at the board. Далее, второе. Далее, ребята, второе. Подходит come in. Входи. То есть come in. Далее, третье. Don't be late. Не опоздай, да? Don't be late. Don't be late. Итак, далее, то есть восклицательное. А, нет, да? Ну, не важно. Don't be late. Что-то вошло. Так, и последнее. Don't drive fast. Не едь слишком быстро. Don't drive fast. Окей, ребята. И теперь перейдем ко второму упражнению. What can, can they do? Ask and answer. Что они могут и не могут делать? Спроси и ответь. Например, can Tony swim? Может ли Тони плавать? Yes, he can. Да, он может. И потом write sentences about the people. И потом напишите предложение про этих людей. Например, Tony can. Тони умеет то-то, то-то, но не умеет то-то, то-то. Итак, ребята, давайте по очереди все будем делать. Итак, ребята, смотрите. Can Tony ride a bike? Может ли Тони кататься на велосипеде? Да. Yes, he can. Can Tony play the guitar? Может ли он играть на гитаре? No, he can't. Все понятно, ответ нет, да? Can Tony cook? Может ли Тони готовить? No, he can't. Can Anne swim? Может ли Анна плавать? Yes, she can. Can Anne ride a bike? Может ли Анна кататься на велосипеде? No, she can't. Can Anne play the guitar? Играть на гитаре? Yes, she can. Can Anne cook? Готовить может ли она? Yes, no, she can't. Нет, она не может. Далее пошли. Пробила. Can Bill and Sue swim? No, they can't. Могут ли Bill и Sue плавать? Нет, они не могут. Can Bill and Sue ride a bike? Ехать на велосипеде? Yes, they can. Can Bill and Sue play the guitar? Играть на гитаре? No, they can't. Can Bill and Sue cook? Yes, they can. Готовить, да. Итак, ребята, а теперь предложение. Смотрите. Tony can swim and ride a bike. He can't play the guitar or cook. Тони умеет плавать и кататься на велосипеде. Он не умеет играть на гитаре или готовить. Далее. Anne can swim and she can play the guitar. Анна может плавать и она может играть на гитаре. She can't ride a bike or cook. Она не может кататься на велосипеде или готовить. Далее. Bill and Sue can ride a bike and cook. Bill и Sue могут кататься на велосипеде и готовить. They can't swim or play the guitar. Они не могут плавать или играть на гитаре. Итак, ребята, задание третье. Put the words in the correct order. Поставьте слова в правильном порядке. Ну, первое. Always wear your seatbelt. Всегда одевайте ремень безопасности. Второе. Don't talk to the driver. Не говорите с водителем. Don't talk to the driver. Далее, ребята. Третье. Look both ways before crossing. Смотрите в обе стороны перед тем, как перейти дорогу. Не выбегайте на дорогу. Четвертое. Don't run into the road. Далее. Идите по тротуару. Walk on the pavement. Павлен. Далее, ребята. Fill in the sentences with can or can't. Заполните предложение can или can't. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, если он вам помогает. И смотрите другие видео с разбором. Учебников и контрольных работ после каждого модуля. Итак, поехали. Sarah is only one year old. She can't write yet. Саре только один год. Она еще не может писать. Далее, второе. Mr. Smith is 70 years old. Mr. Smith. Ему 70 лет. He can't see very well. So he wears glasses. Он не может хорошо видеть, поэтому носит очки. Далее, третье. Tony can't swim very well. He always comes first in the races. Тони может плавать очень хорошо. Он всегда приходит в соревнованиях первым. Далее. Так, он всегда приходит на гонках первым. Anne is two years old. Энни два года. Она не может, наверное, скорее всего, готовить. She can't cook. Bill and Sue love music. Bill и Sue любят музыку. They can both play the guitar. Они оба умеют играть на гитаре. Шестое. Энни из Японии. She can speak Japanese. Она может говорить на японском. Далее. Mary is only six. She can't fly a plane. Мэри только шесть лет. Она не может летать на самолете. Восьмое. Katie is only three years old, but she can. Write your name perfectly. Katie только три года, но она может писать превосходно свое имя. Итак, ребята, продолжаем грамматическую практику и переходим к пятому упражнению. Read the leaflet and complete the sentences with can, can't. Прочитайте. Прочитайте leaflet и заполните предложение словами can или can't. Итак, children learn all about road safety at our lovely museum. Итак, это музей безопасности на дороге. Дети изучают все о безопасности на дороге в нашем чудесном музее. Schools or large groups may book tours on the phone daily between the hours of 10 and 11. Школы и большие группы могут забронировать туры по телефону ежедневно между 10 и 12. Open times. Время открытия. Monday, Friday, понедельник, пятница с 9 до 8. Суббота с 10 до 8. Воскресенье закрыто. Итак, ребята, давайте дополним предложение. Children вставляем can. Can learn about road safety. Дети могут выучить, узнать о безопасности на дороге. You can't. Telephone at 5 o'clock and book a tour. Вы не можете позвонить в 5 и забронировать тур. Только между 10 и 12. Дальше. You can't visit the museum on Sunday. Ты не можешь посетить музей по воскресеньям. Далее. You can't visit the museum on Wednesday at 10 o'clock in the evening. В среду. Ты не можешь посетить музей в среду в 10 часов вечера. You can't visit the museum on Friday at 12 o'clock. Ты можешь посетить музей в пятницу в 12 часов. Далее, ребята. Итак, ребята, шестое задание. Rewrite the sentences in the negative. То есть перепишите предложения и сделайте их отрицательными. Replace the words in bold with the object pronouns as in the example. Замените слова, выделенные жирным шрифтом, а местоимениями, как в примере. Например. Give John the ball. Don't give him the ball. Отдай Джону мяч, не отдавай ему мяч. Второе. Look at Julie. Посмотри на Джули. Don't look at her. Не смотри на нее. Третье. Eat the ice cream. Don't eat it. Съешь мороженое. Не ешь его. Listen to Anna and Mark. Don't listen to them. Слушай Анну и Марка. Не слушай их. Make a sandwich for Sam. Don't make a sandwich for him. Сделай бутерброд для Сэма. Не делай бутерброд для него. Итак, ребята, а теперь мы с вами перейдем к последнему заданию. Translate as corner. Уголок переводчика. Значит, седьмое, фразы, восьмое, предложение и диалог. Давайте посмотрим, как нужно было перевести. Ребята, я вам не буду зачитывать перевод, потому что весь он у вас есть уже в учебниках. Вот упражнение седьмое под буковкой «А», под буковкой «Б», упражнение восьмое и диалог. Итак, ребята, еще раз. Упражнение седьмое. Итак, ребята, это все, что касается третьего модуля. Мы с вами встретимся в разборе рабочих тетрадей, учебников и тестов за четвертый модуль. Всем счастливо, всем удачки.